Итоги третьего трудового семестра в торжественной атмосфере с речами, подарками, благодарностями и грамотами подвели накануне в университете имени Пушкина. Усилия самых активных, инициативных и трудолюбивых студотрядовцев были оценены по достоинству. Впрочем, без внимания не остался никто из тех ребят, которые почти половину 2015-го провели, зарабатывая деньги на студенческую жизнь. И таких в данном ВУЗе более полутысячи человек. Хочется отметить то, что в этом году количество ребят университета, которые отработали в отрядах, превышает почти в два раза показатели прошлого года. Всего отработало 513 человек. Структура отрядов по отраслям выглядит следующим образом. 11 педагогических, 9 сервисных и 2 строительных. Несмотря на то, что ВУЗ имеет гуманитарную направленность, это не мешает его студентам быть, что называется, мастерами на все руки. К слову, свои малярные и штукатурные навыки ребята применяли при ремонте родной альмаматор. Два студенческих строительных отряда именно отработали на территории Брестского государственного университета. То есть студенты своим же трудом, в свой же альмаматор приводили в порядок где-то косметические ремонты, где-то отделочные работы. И к первому сентября все вместе мы готовились к открытию. Среднемесячный заработок членов студотрядовского движения данного ВУЗа колебался в диапазоне от двух с небольшим до 6 миллионов 300 тысяч белорусских рублей. По словам самих ребят, это неплохое подспорье к их студенческому бюджету. К тому же работа во время учебы в университете – это еще неоценимый трудовой опыт, который обязательно пригодится в будущем профессиональном становлении. Не стоит забывать еще и о том, что студотрядовское движение – это не только работа, а еще и масса увлекательных культурных мероприятий и ярких событий, которые непременно запоминаются на всю жизнь. Почему это нужно? Во-первых, хорошая заработная плата. Мы получили 4 миллиона за 3 недели. Это довольно приличные деньги на наше время. Во-вторых, освоить строительную этику какую-то. В-третьих, тут досуг у нас. Мы не только работаем, мы еще что-то проводим, ходим в кино, привыкнуть к коллективу, свыкнуться больше с университетом. Это дает очень много эмоций, впечатлений. Когда ребята за тобой бегут и кричат «Мы вас любим», еще что-то. Это, наверное, самое лучшее, что может получить вожатый взамен от детей. То есть мы им даем какие-то навыки, учим чему-то, а они нам взамен дают свою любовь. Анастасия Стропко, Евгений Просналь, Антон Луговкин. Телекомпания Бук-ТВ.